Субботу, когда на улице столбик термометра опустился ниже 35 градусов, в физкультурно-оздоровительном комплексе в 15-м микрорайоне кипели спортивные страсти. В борьбе за звание чемпиона сразились семь сильнейших волейбольных команд города. В этом турнире молодые спортсмены играли наравне с ветеранами волейбола. На сегодняшний день здесь собраны лучшие, я бы, наверное, сказал в Иркутской области, потому что в этом году пригласили самых лучших волейболистов. Вот уже два года подряд главная награда соревнования, переходящий кубок Алексея Шевченко, остается у ангарской команды АМЗ. Ее капитан Виктор Махонькин считает, что главным секретом их успеха является сильный корпоративный дух и настрой на победу. Тоже исторически сложившаяся команда, которая играет уже около 10 лет практически в незаменном составе. Ну и сегодня по традиции собрались с тем же составом, чтобы выиграть в честь памяти Александра Георгиевича. Алексей Шевченко, бывший директор АМЗ, в память о котором и проводится турнир, собрал эту команду более 10 лет назад. С тех пор спортсмены участвуют во всех городских и областных соревнованиях, занимая только призовые места. Алексей Георгиевич Шевченко очень любил этот вид спорта, сам отлично играл и способствовал развитию волейбола в нашем городе. Он создал волейбольную команду, которая выступала за Ангарский электромеханический завод и участвовала в соревнованиях среди городских соревнований и областных и занимала призовые места. Спортивное мастерство и уверенный настрой на победу не подвел команду АМЗ и в этот раз первое место осталось за ними. Вторыми стали волейболисты из команды «Сакура». Закрыла тройку лидеров команда ветеранов АНХК. Победители получили денежные призы от 10 до 25 тысяч рублей. Кроме того, всем участникам вручили грамоты и памятные медали. Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин. Местное время.